Как там в России? Воруют. Этот короткий и ёмкий ответ русского историка Карамзина додирован 18 веком. А как в Казахстане в веке 21? Воруют. Говорит уже финансовая полиция. Счёт только по госзакупкам идёт на миллиарды тенге. Реализация преступного умысла на хищение бюджетных средств при государственных закупках начинается ещё на стадии формирования бюджета. В цену закупаемых товаров, работ, услуг изначально закладываются суммы так называемых откатов. Вот свежий пример. В августе финпол предотвратил закуп ГСМ одним из районных отделов сельского хозяйства Акмолинской области. Бензин АИ-92 собирались приобрести по 325 тенге за литр. Это почти в три раза выше рыночной цены. Предприниматель Нуржан Калиев три года назад перестал участвовать в тендерах. В коррупционную схему не встроился, говорит он. Под всякими надуманными предлогами пытаются нас исключить из участников тендера и, соответственно, выигрывает тот, который, как правило, заранее договаривается с той организацией, которая, допустим, объявляет тендер. Проблема не только в завышенных ценах, говорит предприниматель. Бывает так, что указанная в тендере на заявке цена ниже себестоимости. Это тоже криминал. По такой схеме покупается некондиционный залежалый товар у непонятных поставщиков. Вывод. К поставщикам необходимы жёсткие требования. Участвует человек, который сидит у себя в квартире, допустим, имеет доступ к интернету и берёт пароль через ЦОН и имеет... Он просто, как говорится, какая цифра ему в голову пришла, он её рисует. Потом он, получается, выигрывает тендер. Если даже там нету каких-то, допустим, коррупционных составляющих, он выигрывает тендер, он сломя голову бегает на барахолке, покупает некондиционный товар, который, допустим, давно уже списан. Такие сделки в общем объёме госзакупок всё-таки незначительны. Как правило, чиновники навариваются на том, что закрывают глаза на то, что компании-поставщики товаров и услуг завышают цену, а разницу кладут себе в карман. Ущерб в данном случае наносится не только государству. Такие грязные сделки бьют по карману рядового потребителя. Существует такое понятие, как коррупционная рента. По разным оценкам, она составляет до половины стоимости товаров и услуг, которые потребляют рядовые казахстанцы. Такие лёгкие деньги, как откаты, в частности, подогревали цены на рынке недвижимости до кризиса. Другими словами, жизнь могла быть дешевле, если бы не взятки.